чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых. Первый век. Христиане могли вполне мирно сосуществовать с другими религиями, если бы не было вопиющего экстремизма с их стороны. Это даже вообразить нельзя, как они себя вели. Вот сейчас бы вернуть назад коммунистический режим, и христианин пришел бы к горкому партии и сказал, вы враги. Этот вид на площади сатана стоит, он проглотил миллионы людей. Вот они как разговаривали. Но это сейчас еще много конфессиональный, называют, уровень такой в стране, много разных вер. А в древнем Риме было намного больше. Историки свидетельствуют, что было 500 божеств. Какой народ они завоевывали, Бога брали, перевозили в пантеон. Это место, где могли поклоняться разным богам. Это один экуменический был храм. Христианам представили место, вот одна из них, ставьте статую Христа и молитесь. Христиан никто не запрещал в Римской империи. Но поклонение Христу не исключало того, что все обязаны были поклониться императору. А вот этого они не могли сделать. И чтобы не было поношения ни на каких видов сосуществования с разными религиями. Например, сегодняшнее положение. Вот сейчас они хотят всех примирить, примирить. Это невозможно. Христиане объявили все веры вне Бога. Апостол Павел говорит, поклоняясь идолам, принося жертвы идолам, люди не идолам приносят жертвы, а бесам. Каково это было слышать людям, которые испокон веков верили Марсу, Венере, у них бабушка служила, весалкой была. И как это было принять? Ясно, что христиане оказались вне закона. Наконец император Диоклетиан издает четыре эдикта. Последний эдикт был такой. Первый закрыть храмы, отнять книги, запретить священников, поставить на учет. Вот последний этап. Где бы кто ни встретил христианина, христианку, в суд не надо вести. Что в руках есть, тем и бей. Потом разберутся, откуда он. Половина имения твоё, половина квартиры. Вот сегодня и биви это, отсюда уже нас бы не выпустили. Соседи тут кто бы не покусился, если они за наркотик родных убивают. Квартира сразу отходит к кому-то. И Павел говорит, мы сами в себе имели приговор к смерти. То есть прощались, выходили, до свидания. Когда он шёл в Рим, в Иерусалим, то сказал, всюду свидетельствуй. Где я прохожу пообщем, Дух Святой говорит, Павла обязательно схватят. Вот раздеваются, вешают в общей одежде. А тогда были кушаки подповясывались, пояс. И вот пророк Ага взял пояс, сам себе руки связал и говорит, вот так свяжет хозяин этого пояса. Ищай этот пояс. Посмотрели, чей? Павел говорит, мой. Вот это да. И поведут тебя, как Господь говорил. И убьют, и распнут. И оплюют. И имя ваше, как неугодное сыну человеческому, понесут. Мало того, вас будут ненавидеть свои христиане. Будут убивать вас и будут думать, что тем служат Богу. Чем больше христиан убил, тем ближе к Богу будешь. Вот такой был Саввул. Истребил всех в Иерусалиме. Берет командировочный в город Дамаск и идет. И наконец Господь говорит, это мой избранный сосуд. И я покажу, сколько он будет страдать. Вот теперь все эти слезы, кровь отольется ему. А он будет только говорить, недостойнее быть апостолом. Я гнал в церковь Христову. Нежную Христову невесту, голубицу белоснежную я преследовал. И теперь я несу это с радостью. Люди падали на шею и уговаривали. Он говорит, что вы сокрушаете мое сердце? Я жизнью не дорожу, готов умереть. Я иду для того, чтобы засвидетельствовать людям. Первосвященникам, римским ставленникам, прокураторам. И наконец предстал перед императором. Кто имел в себе сам приговор? Я решил посмотреть подписание. Посмотреть, на чем апостол Павел основался. Было ли перед этим что-то у кого-то, как он обычно опирался. Но я не первый, до нас были люди. И нашел. Бог говорит с Адамом. Бытие, 3 глава, 2 стих. Бог изгоняет его вон и говорит, чтобы ты возделал землю, а потом возвратился в землю, из которой ты взят. Первый приговор к смерти в самом себе имел наш пра-пра-дедушка. Это же получила и Ева. Но это было от Бога за что-то. Апостол Павел, мы считаем в житиях святых, такое было. Когда их преследовали, они говорили, это за Христа. Не за того, что я им не нравлюсь, а это за Христа. Иные говорили, а это за то, что я тогда делал, и мне сейчас, здесь я искупаю как бы. Но человек грехи искупает кровью Христовой. Но здесь, на земле, хорошо быть отвергнутым людьми, хорошо быть поносимым, претерпеть за то, что было. Псалмопевец за век 50-й Псалом 6-й стих говорит так. Ты победил в приговоре твоем, ищи в суде твоем, 50-й Псалом. Почему Бог победил в приговоре своем? Потому что Бог знает наше будущее. Бог знает наше прошедшее. И знает наше настоящее. Иов пытался оправдаться перед Богом, и говорил все правильно. И за него Бог свидетельствовал, что равных по праведности на земле ему не было. Но когда Бог заговорил с ним, ты кто такой, что споришь? Он говорит, вот я полагаю, руки на уста мои, я молчу, дважды молчу. Больше от меня голоса не услышит. Я сам не знаю, что говорил. Когда Бог открывает глаза человеческие на внутренность нашу, то наша чистота покажется перед Богом, как нечистая одежда. Бог праведен в приговоре своем. Все время повторяет. По делам нашим поступил он с нами. Даже не по делам не знаешь. Тебе никогда не узнать. Но почему сосед пьяница, все у него в достатке. Пьет, живет. И дети нормальные. Зачатые в пьяном виде учатся на пятерке. Я такое встречал. Рядом живет христианин. В рот ничего не брал. Дети как дебилы какие. Он говорит, почему так? Я и молился, и по благословению женился. Все у меня как надо. А ты даже и не спрашивай. Неси, это твой крест. Ребенок родился слепым. И врачи еще ставят диагноз, что он будет совершенно ненормальный. Как знать дальше? Дальше окажется, это самая великая проповедница. Второй диагноз, к счастью, оказался неверным. Да, слепая. Но великий талант открылся в ребенке. Она всем сердцем полюбила Христа. Она многим открыла глаза на пути, и по всему миру стала ездить проповедница, слепая. Мы не знаем конечный результат того, что с нами происходит. Пророк Сафония, 3 глава 15 стих говорит так. «Господь отменил приговор над собою, и ты больше не увидишь своих врагов». «Мы имеем в себе приговор». Да, действительно, было страшно те годы. Сидишь дома, повестка. Меня прямо на машине приезжали, вот это здание Ленина 30, КГБ, серое здание. Вывозят на допрос. А уходишь ты не знаешь, вернешься или нет. Со всеми... Мы имели приговор в самом себе. Вот кому скажешь, да как это можно было жить? Каждый день ждать ареста. Я на работу иду, и брал с собой всегда одежду, которая у меня лежала в сумочке на случай ареста. Дома пальто и валенки ненадеманно стояли. Если дома арестуют, успеть одеться, чтобы все было свежее. И день и ночь, из года в год, каждую минуту ждали ареста. Мы сами в себе имели приговор. Почему? Потому что не просто верили, а желали другим открыть глаза. Что-то делали. А власть этого не терпела. Павла-то никто бы не гнал. Он забился бы в горы, в щель, залез бы где-то в пустыне. И кто бы знал Павла, но и посланий бы не было, и сегодня бы мы не утешались. Вот он почему-то не был издаван первым основателем монашества. То ни одного послания бы мы уже не получили. Благословен Господь, что вся эта напасть-то пришла намного позже, в 4 веке. В 1 послании к Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Пишет в роскошествующей, не знающих границ наслаждений Коринфской церкви. Вы с кем хоть разговариваете, кому противоречите? От нас разный запах идет. От нас тлен идет, Павел говорит, но тлен живительный для других. Вы самих себе имели приговор. Выходя куда-то, как вот человек в разведку идет, на вражескую территорию, оставляет документы, он не знает, вернется. То есть шанс вернуться один, может быть, из тысячи. Но кто-то бывает и возвращается. В тот день, когда Бог избрал нас, мы стали христианами, не только тогда, не только при советской власти, но мы сегодня должны иметь в себе этот приговор. Что бы ни было, мы не можем поступать, как люди этого мира поступают. Они как-то себе тылы, обеспечения делают. Иногда нас в серединочке Господь может поднять и на свое дело пустить. Он вызывает нас ухаживать за заразными больными. Наших братьев могут призвать завтра же идти на пронс. Там, где горящие точки. Люди разные придумывают способы. А ты должен честно пойти, да, не убивать, оружие не брать, но пойти вплоть до на минное поле. Мы самих себе имеем приговор. Почему? Положи душу свою из-за ближних твоих. Премудрый Сирак 41, 3 говорит о смерть, как отраден твой приговор для человека, нуждающего и изнемогающего в силах. Мы в себе имеем приговор от смерти. И этот приговор бывает иногда приятен. Я вспоминаю, бабушка наша по матери, 96 лет было, и она, как только не придешь, она спрашивала один вопрос, ты смертоньку мою не видал? Она устала, столько скорбей, три сына уж и на фронт, ни один не вернулся. Человек истомился, насыщенный днями. Мы имеем в себе этот приговор, но христианин, он обязательно скажет в конце, да будет воля твоя. Авраам, Бытие 12, 13, путешествовал по земле, и однажды оказался в смертельной опасности, благодаря своей жене, которая была красивой в преклонном возрасте. И он ее уговаривает, скажи, что ты сестра моя, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Назовись сестрой. Авраам имел приговор сам себе и пошел. Златоуз подробно описывает, какие беды, опасности, разбойники на дорогах. Куда пошел, понятия не имеют. Бог сказал, иди в ту землю. Он пошел. Тебе та земля принадлежит. Пришел, Бог ничего ему не дает. И всю жизнь проскитался в шатрах, но эта земля тебе принадлежит. Вот представьте, нам дали бы квартиру, но пришли, там живут люди. Буляют, пьют. И мы ничего не можем сделать, показываем ордер, это моя квартира. Замолчи, и показывать нельзя, оказывается. И никто не знал, что он, говорит, как пришлет, блуждал по этой земле, имея приговор к смерти. И за доверие к Богу был прославлен и сделался отцом Давида и отцом самого Христа. Исаак, Бытие 31, 42, также имел страх, блуждал и имел приговор от окрестных народов. И когда люди клялись при Исааке и говорили, клянемся страхом Исаака, Бытие 31, 42, я больше нигде не встречал, что благословенный Бог, да будет благословен, а здесь страхом Исаака. Как будто человек прожил с одним страхом и этим страхом прославил Бога. Что он нигде не отступил, имея страх, он шел туда, куда Бог появлял. Да, мне страшно. А первые христиане боялись, боялись, а потом всегда боялись, только глупый не боится. Златоуст говорит, когда спрашивали помилованных, что ты помнил, он говорит, ничего не помнил, я родных не узнавал, кого помиловали, довели до места казни, а потом отпустили. А награда тогда за что? А за то, что не отступил, не сделал ничего плохого, нигде не отрекся. А бояться, это естественно, так крепко душа сидит в нашем теле, иначе бы по всяким пустякам руки на себя накладывали. Иаков в бытие 32.7 очень испугался и разделил на два стана то, что у него было. Испугался родного брата. Он имел приговор, если погибнет первый, то есть он вполне допускал, что зато обман, который он совершил, украл благословение у Исаева, родной брат порубит все. И на два стана, да на расстояние два дня, тогда второй стан услышит, успеет хоть как-то скрыться. Вот мы видим, кто имел приговор в самом себе к смерти. Почему мы не можем иметь? Сколько опасностей нас поджидает. Мы даже воображать не можем. Ты сейчас заходишь к дому, к квартире, в это время тебя только толканули, он сзади стоит, ждет тебя. Ты даже не повернешься, ключ уже в его руках. Страх этот преследует человека все время. Мы спасаемся, живем, не умираем, сердце не разрывается от страха, только потому, что доверяемся Богу. До дома-то не дойти бы ни одному сегодня. Ну ты идешь, а ты не знаешь, в выгодном положении нападающий не ты. У тебя даже оружие будет, ты же не будешь трещи и стрелять тебе, а он-то будет. Он знает, что именно ты жертва, а ты же не знаешь, что он нападающий-то. Он даже виду не дает. Пророк Иеремия, 26 глава, 11 стих, повествуется о том, как все в то время говорили до последнего солдата сражаться, не сдавать позиции. И он один только во всей стране, пророк говорил, надо сдаться на милость победителя. Я много читал белой мигрантской литературы и нигде не нашел, чтобы были в России священники, которые призывали бы добровольно сдаться большевикам. Нигде я этого не нашел. И в эмиграции не нашел тех, которые добровольно бы просили сложить оружие, тогда бы этих лиенцев-то ведь не было, когда сдавали здесь и шкурой, и все пошли навислили. Только у Тепова тут мы крали. Ни одного пророка Иеремии в России это оказывается не было. А все до последней капли крови сражаются. Полки архангела Михаила Пресвятые владычицы нашей Богородицы даже старобряд соорганизовывали, чтобы свергнуть ненавистный человеко-ненавистический режим большевиков. Он не человеческий, сатанинский режим. Но надо было подчиниться. И когда узнали, что пророк Иеремия говорит, надо сдаться, открыть ворота, тогда священники и пророки сказали смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего. Иеремий имел сам себе этот приговор и надеялся на Бога. Бросили в грязный рог, он утонул. И только Емну бросил там тряпки и вытащил подмышки, заложили ему. Царь боялся. Когда он в Союз сказал, что делать, царь говорит, когда выйдешь, спросит, ты скажи, я просил, чтобы меня в темницу не садили, не говори, что ты хотел, чтобы врагу открыли ворота. Сам себе имел смертный приговор. От кого? От священников. От пророков. Нас сейчас толкают в объятия московской патриархии. Действительно страшно. Многие делились. Я еще раз говорю. Откуда мы знаем, что это не плен, который Бог приготовил нам? Но из плену-то израильский народ сделался лучше. Все свидетельствует об этом. Из плена они принесли сознание необходимости учить людей. Стали везде, как грибы, расти синагоги, молитвенные дома. Вот что они оттуда принесли. Как они смирились, идолы всех пожгли, полное покаяние принесли. Так что будут спорить еще ангелы, отпускать или не отпускать. Персидский ангел над страной персидской стоящий, архангелу Михаилу перед Богом Иеговой, когда стояли, и говорит, не надо им выходить. Они такие хорошие евреи, через них мой персидский народ узнает, через нас московская патриархия многое узнает. Они не убьют нас, они ничего с нами не могут сделать. Я стал внимательно рассматривать, и надо просто довериться Богу. Даже если в мае произойдет объединение, в чем оно выразится, епископ наш остается с нами. Дальше, в любой момент мы можем отойти, если увидим, что они туда идут, не в плен ведут, а убивают, но нас пока никто не убивает. Ложные страхи. Химера рождает страх. Состояние пророка Иеремии пусть убедит нас, что победа на нашей стороне. Когда царь захватил, то всех священников всех порубил. Царевых детей всех. А кто тут Иеремия? Ему говорят вон там в темнице. Открыть. Иностранный император вывели его. Это ты говорил, чтобы открыть ворота? Да я говорил. Значит ты нас любишь? Да нет. А почему говорил Бог Иегова велел сказать это? И ты сразу дали приказ отпустить его. Хочешь иди с пленниками? Хочешь иди живи за городом? Куда хочешь на все четыре стороны? Иди. Вот ведь как. Он доверился один человек на всю страну. Разве это не странно? Может мы наша единственная община, которая серьезно понимает, мы не отделились никуда. И не лезем к ним в объятия. Мы говорим то, что написано в Священном Писании. Те, которые учились сопротивляться советской власти, которые учились вернуть большевистский режим, они ни одного места Писания в свою защиту не поставили. И сегодня я считаю труды, что погибли люди, воевали, которые на стороне Германии, чтобы победить ненавистный коммунизм. Ни одного места Писания в свою защиту не приводят. Я привожу конкретное место Писания. Бог назначил время, идите в плен. 70 лет. Нам что, помогли? Никто не помог. Никто помочь не может. Почему? Потому что Бог ополчился против нас. Итак, иметь в себе приговор это страшное состояние, которым мучился Давид всю жизнь. В одной, так как книге Псалтыри он 29 раз повторяет, чтобы Господь избавил его от того, что окружило его. Он говорит, не умру, но жив буду для того, чтобы возвещать дела Господни. Псалом 117, 17. 16, 2. Евангелие от Иоанна. Христос говорит, изгонит вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Это вот как раз говорится, богомольные, когда будут убивать нас там, будут клеветать, но с нами сейчас очень трудно бороться. Я серьезно смотрю с той стороны. Они ничего не делают. Разошлись везде материалы в интернете и просто сказали, за то, что вы проповедуете, они не могут. Мы можем себя еще больше обезопасить, если мы им ревностны, чтобы не дать никакого повода, чтобы нас злословили как злодеев. А если пострадаешь как христианин, Петр говорит, прославляй Бога за такую участь. Ну, конкретно сегодня мы к ним войдем. А ведь условие это одно, что даже мы нас, если они затянут, епископ остается наш. Местному мы подчиняться не будем. А тот подчиняется патриарху. Ну, патриарх же не скажет, отберите у них Библию и сорвите надписи. Я вот так смотрю, что они могут с нами сделать еще? Но нам-то открывается какое поприще так. И за какие деньги сегодня мы это не можем купить? Да не сам ли Бог нам это дает-то? Чего мы слушаем людей, которые в Священном Писании это, говорит, не глядят глазами и сердцем. Я против соединения, еще раз повторю. Я против. Но говорит, чтобы мы сопротивлялись, образовывали новую структуру, как Евтихий, наш епископ сказал, я, говорит, на это никогда не пойду. Мы даже доверимся Богу, посмотреть, что еще дальше они будут делать. Надо просто уметь ждать. Итак, христиане всегда были гонимы. И особенно будут гонимы последние три с половиной года от Антихриста, Откровение 13.7. И домой ему было победить святых. Победить? Так они что, в ад пойдут? Наоборот, эти будут мученики, настолько святые, что перед ними ничто первые мученики будут, что они претерпят. Мы к этому должны готовиться. А остальное это меньше. Премудрый Сирах 13.3 говорит так, какое общение у горшка с котлом. Этот толкнет его, и он разобьется. Мы, наш горшок наш подвигает к этому котлу. Они очень легко могут нас разбить. Но Господь может сделать так, что этот горшок будет крепче котла. Это Бог может сделать. А котел-то может проржавлено да лопнутый-то. И Он говорит, ткни, и оно развалится. Сирахов 22.13. Берегись людей, влекущих тебя в мир, чтобы не иметь тебе неприятности от них и не замарать тебе себя столкновением с ним. Вот чего нужно бояться. Когда входим в общение с родными, близкими нам, которые не знают Бога, и когда их веяние на нас накладывает свой отпечаток, мы не ревностны в молитве, вот чего надо бояться. Иметь где смертный приговор. Во второй книге Маковейска 2.18. Как обещано в законе нам было, мы надеемся на него, и он скоро явит нам свою помощь. Второе Маковейска 4.7.14. Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду своей на Бога, что он опять оживит. если мы будем уповать на нашего Спасителя, которого мы знаем под Священного Писанием, это будет явлено тем, которые примут нас, нас как бы в чужую страну, как вавилон тянут, а что вавилон, это понятно, полное смешение. Второе Маковейска 8.17. И они надеются на оружие и отвагу, а мы надеемся на Господа Бога, сотворившего нас, что Он может нас спасти и поддержать и может погубить весь мир. Да, у них все есть, у них структура, у них налажено все, но они не знают еще силу Господню, и пусть она будет через нас явлена. Тем более, у нас сколько материалов, это нам есть, что теперь дать, мы прямо войдем-то ведь с приданным невесту зовут-то, а то мы можем какой рынок-то еще дальше иметь. Они не могут поднять и сказать против, против, я скажу, вызывайте, показывайте, что против-то. Перед самообъединением мы прямо поставим условия, вы принимайте нас какими, вы нас не обрубайте, принимайте сучками, с плодами, что в нас есть. Итак, Салмопевис 77.7 говорит так, учитесь возлагать 45.5 об этом Деяние 21.4 Надеемся на Бога, что Он воскрешающий мертвых поддержит и нас. Об этом и Павел говорит в Послании Тимофея 1, 1 глава, 1 стих. Бог наша надежда, и Он никого не постыдит. Итак, сегодняшнее чтение на литургии этого места говорит, имея в самих себе приговор, мы еще более убеждаемся, надеяться нам совершенно не на кого, не на наш сенот, мы видим, что он нас не туда тянет, но мы молясь Богу, скажем, Господи, сделай через наш сенот, что тебе угодно, чтобы лавр поступил так, как ты ему скажешь. И если это было соединение, мы должны принять его как повеление от Господа Бога. Благословен наш Господь, даровавши нам чудную книгу Святую Библию, которая научает нас, имея в себе смертный приговор, не отчаиваться, но быть ему верным. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...